29 новых станций и 57,5 километров туннелей, такова длина полного круга на большой кольцевой линии Московского метрополитена, не считая временное ответвление до делового центра. Меня зовут Дмитрий Рогачев, всем привет, я приглашаю вас посмотреть на самые некрасивые станции новой линии Московского метрополитена, которую так сильно пиарили. Открывает пятерку худших станция Лефортова, одна из многочисленных современных представительниц черно-белого дизайна, к сожалению, ничем не выделяется. Здесь есть только прямые углы, есть очень много черного и даже серого здесь недостаточно. Мои зрители и гости моего канала, которые принимали участие в этом голосовании, никак не комментировали эту станцию, потому что нечего сказать, не за что зацепиться. А вот в интернете некоторые злые языки честно сказали, что их ассоциация радует, ведь рядом находится вход на Веденское кладбище. Именно на кладбище эта станция и похожа. Я не совсем с этим согласен, все-таки здесь есть некоторые яркие моменты, но они только в освещении. Четвертое место занимает станция Каширская. Эта старушка с полувековой историей, прошедшая реновацию, подтяжку и в принципе, несколько раз закрывавшаяся то одним вестибюлем, то другим, то одной платформой, то другой, так и не стала чем-то более современным и более приятным. А рестайлинг ее не спас. По голосованию в Телеграме она заняла не первое место среди своей десятки, но, к сожалению, в Телеграме нельзя создать одно голосование на все 29 станций, поэтому я считал по количеству голосов. И именно по количеству голосов она заняла четвертое место. Согласны вы с этим или нет, пишите в комментариях и, кстати, присоединяйтесь в Телеграме. Скоро будем выбирать самую красивую на кольце. Третье место спокойно заняли Печатники. Эта станция снова в том же самом черно-белом дизайне, здесь в этот раз больше серости и тоже особо отцепляться не за что. Почему спокойно? Потому что в моем голосовании первое и второе место с большим отрывом заняли другие станции, а за четвертое и пятое эта станция уже не боролась. Получается, она сразу заняла свое место в тройке и спокойненько сидела, смотрела, что происходит вокруг нее. А вокруг нее происходит очень любопытное обсуждение. Станция Люблинско-Дмитровской линии, на которой здесь есть пересадка, тоже никогда не была обласкана критиками и любителями красивого метрополитена. Получается, что этот пересадочный узел в столичной подземке становится чуть ли не самым некрасивым из всех построенных. А некоторые говорят, что ее дизайн уступает даже оформлению станции на МЦД, что в принципе удивительно. Согласны или нет, пишите в комментариях и не забывайте ставить лайки, а я перехожу ко второму месту. На нем с большим отрывом от преследователей расположилась Кунцевская. Конечно, та самая станция, которую ругали, ругают и будут ругать за узкие платформы, за очень большие колонны, за спорную пересадку и в принципе за тот же самый дизайн, который не всем нравится. Если оценивать исключительно по станциям с боковыми платформами, я бы Кунцевскую тоже поставил в топ, но может быть не на второе место. Однако само удобство использования этой станции и понимание, что скоро здесь появится еще одна пересадка на московский центральный диаметр, не новая пересадка, а в принципе более комфортный переход из метро на МЦД. Здесь на станции станет еще больше народу и еще меньше комфорта, но с этим уже ничего не поделаешь, перестраивать станцию капитально никто конечно же не будет. И наконец первое место. Звание самой некрасивой станции Большой Кольцевой получает Народное ополчение. Для этого гордого звания ей не нужны боковые платформы или неудобная пересадка на другую станцию метро или тем более на электричку. Здесь ни того ни другого нету, а звание есть, потому что люди устали от 50 оттенков серого, которые не доставляют им удовлетворения. Тысячи людей могут прийти в комментарии и сказать, что метрополитен это в первую очередь транспорт. И да, они будут правы, но в Москве, во всей России и на всем подсоветском пространстве, метрополитен давным-давно стал не только транспортом, но и предметом для обсуждений и гордости. Очень высоко в советское время была поднята планка красоты московского метрополитена. Не обязательно делать подземные дворцы, но обязательно делать станции отличающимися и чем-то запоминающимися. А у Народного ополчения единственный плюс в том, что она просто существует. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока!